На запад, на запад помчался бы я, Где цветут моих предков поля, Где в замке пустом, на туманных горах Их забвенный покоится прах. Написал юный поэт Михаил Лермонтов, Когда ему было семнадцать лет. О каком замке и цветущих полях Говорит поэт, родившийся в Москве? Я стою сейчас в Эдинбурге Околодорожного знака с названием улицы Терраса Лермонтовых. Это не случайное совпадение. Род Лермонтовых действительно шотландский. В двенадцатом веке предок русского поэта Участвовал в сражении против короля Макбета. Сражение проходило в местечке Лермонт, И по названию этого места Храбрый воин получил свое прозвище. Знал ли об этом Михаил Юрьевич Лермонтов? Возможно, знал. Его предки в семнадцатом веке, поселившись в России, сообщили о своем древнем происхождении и своем знаменитом предке-царю, подчеркивая свое достойное место среди российских дворян. Михаил Лермонтов также знал и еще об одном своем шотландском предке, Томасе Рифмаче, который жил в тринадцатом веке. Томас был поэтом и водил дружбу с феями и эльфами. Он легко переходил из одного мира в другой и имел дар предсказателя. Кстати, Лермонтов не единственный поэт среди потомков Рифмача. Поэт Байрон тоже приходится родственникам Томасу. Возможно, эти родственные связи относятся к области семейных легенд. Но известно, что предок Михаила Юрьевича Лермонтова, Георг Лермонт, появился в России в 1613 году и служил в российской армии. Лермонтов всегда мечтал оказаться в Шотландии. Но он погиб в возрасте 26 лет и не смог осуществить свою мечту посетить шотландские просторы, где цветет вереск и стоят старинные родовые замки. Однако в 21 веке Лермонтову, а точнее его бронзовому памятнику, удалось оказаться в Шотландии. Российские потомки Лермонтовых установили контакты со своими шотландскими родственниками. И вместе они поставили на исторической родине поэта небольшой памятник. Этот бюст стал сегодня центром литературной жизни всего Юга Шотландии. Здесь проходит поэтический фестиваль. Здесь бывают дни, посвященные поэзии Лермонтова, а шотландские родственники русского поэта гостеприимно распахивают двери своего поместья для тех, кто приезжает посетить эти места. Продолжение следует...